МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшие сутки вооружённые силы Украины 20 раз нарушили пасхальное перемирие. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным ведомства, киевские боевики вели огонь по окраинам Донецка, окрестностям Ясиноватой и Горловке. Кроме того, обстрелом подверглись южные сёла Безыменное, Ленинское и Дзержинское. Информация о пострадавших разрушениях уточняется. Президент Украины Пётр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подготовить предложение об отзыве представителей Киева из координационных органов Содружества независимых государств. МИД проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных сделок. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина не будет больше участвовать в каких-либо координационных органах СНГ. В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны Украины уже поддержал идею президента прекратить участие Киева в деятельности организации. Напомним, что ранее Порошенко поручил Каминету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России. Об этом заявили в пресс-службе СНБО. Отмечается, что в частности ограничительные меры синхронизированы со списком Министерства финансов США, который был опубликован 6 апреля. Им вводятся на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц. Ограничительные меры коснутся в том числе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также лиц, которые якобы причастны к информационной киберагрессии против украинской стороны. Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал новые санкции в отношении России из-за дела Скрипаля и проведения президентских выборов в Крыму. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает объективного и независимого расследования организации по запрещению химического оружия, предполагаемой химатаки в Сирийской Думе. Ожидаем, что результатом их поездок станет объективное, независимое расследование, включая посещение всех объектов, имеющих отношение к утверждениям о химатаке и к деятельности экстремистов по производству отравляющих веществ. Со своей стороны, как могли, содействовали работе экспертов. Лавров также отметил, что эксперты ОЗХО уже два раза посетили место предполагаемого использования химоружия в Думе. Напоминаем, что ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, что стало формальным поводом для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам. При этом в Генштабе Вооруженных сил России ещё 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трёх своих форпостах, которые находятся на спорных островах в Южно-Китайском море. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне. Согласно оценкам экспертов, эти системы позволяют атаковать суда в радиусе около 550 километров, а также поражать воздушные цели на расстоянии примерно 300 километров. Неназванный представитель Пентагона также заявил, что дальнейшая милитаризация аванпостов послужит только увеличению напряжённости и росту недоверия между сторонами, которые претендуют на эту территорию. Отметим, что у Китая и ряда стран региона, Япония, Вьетнама и Филиппин, есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и тем самым расширяет свои территориальные воды. В Пекине эти обвинения отвергают.